И сто лет назвал популярный немецкий журнал Автобильд, спортивный Бугатти Пурсанк. За семь лет выиграл 1800 годок и заслужил свое место в списке автокрасавцев. Аристократичный Роллс-Ройс Фантом создан специально для королевской семьи в 1949 году. Последний раз на нем прокатились на своей свадьбе принц Гарри и Меган Маркл. Легенду 50-х Кадиллак Альдорадо назвали в честь сказочного золотого королевства. Такими машинами можно любоваться, как шедеврами великих художников из современных авто. Признанными красавцами, по мнению экспертов, стали гибрид от BMW i8, Bentley Continental Convertible и Corvette Stingray C7. Слушаю, да, да, с открытым ртом, можно сказать. На их фоне наш Москве 407 выглядит совсем не так выигрышно, но когда-то ты еще не родилась. Для многих это был лучший автомобиль на свете. Иван Зинкевич, который уже наверняка родился тогда, решил на себя почувствовать завистливые взгляды пешеходов того времени. В середине прошлого века в СССР только начиналось бурное развитие легкового автопрома. Ведущие заводы были в Горьком и Москве, но легковушек все равно не хватало. Сегодня поговорим о 407-м москвиче, который был, к сожалению, почти несбыточной мечтой для большинства автолюбителей. Выпускать его начали в 1958 году. Наш экземпляр сошел с конвейера годом позже. Внешность очень забавная. Не агрессивные линии, а круглые формы. Это небольшой четырехдверный заднеприводный седан. Вспереди на радиаторе модные тогда крупные декоративные панели. Оригинальные бамперы с клыками. Двигатель по тем временам достаточно интересный. Карбюраторный, бензиновый, четырехцилиндровый, с головкой блока из алюминия. Объем почти 1,4 литра. Мощность 45 лошадиных сил. Работает на 72-м бензине. Садимся в салон. Здесь, конечно, тесновато, но вроде бы все необходимое есть. Передний диван цельный, а это прибавляет немного места. Оригинальная торпеда. На нем спидометр, амперметр, указатель уровня топлива, давления масла, температуры воды. Переключатели скоростей и поворотов расположены на рулевой колонке. Есть отопитель ветрового стекла. Заводим. Чувствуется, что объем двигателя небольшой. Автомобильчик немного урчит, но достаточно тихий. Разгон до 80 за 23-24 секунды. Максимальная скорость 115 км в час. Коробка. Механическая трехступенчатая. Позже были и четырехскоростные варианты. Машина вполне динамичная, мягкая, но валкая. Передняя подвеска независимая, амортизаторы телескопические, тормоза барабанные. Благодаря высокому клиренсу он неплох и на бездорожье. 407-й «Москвич» выпускали до 1963 года. На новые деньги он стоил на тысячу рублей дороже предыдущей 402-й модели. Гарантийный пробег был увеличен до 15 тысяч километров. Всего было выпущено почти 360 тысяч таких машин. Большое количество поставлялось и за рубеж, в Европу и даже Канаду. В том числе варианты с правым рулем. И, конечно же, он был обаятельным киногероем в картине «Зеленый огонек». Автомобиль принимал участие в кольцевых и подробных и раллийных гонках. В 1956 году выступал на международных соревнованиях. Ралли Финляндии «Тысяча озер» и «Акрополис». 407-й был долговечным, простым в ремонте, да и надежным. Его берегли, передавали из поколения в поколение. Именно поэтому он был любимцем всей семьи.